Я уже 45 лет занимаюсь проблемами скважинной гидродобычи. Что такое скважинная гидродобыча и скважинная гидротехнология? Это один из методов физико-химической геотехнологии. Я не знаю, сейчас читают ли лекции по физико-химической геотехнологии. Но если рассматривать все горное дело, или как с легкой руки нашего бывшего ректора Ржевского вся горная наука превратилась в геотехнологию, то ее можно разделить на открытый способ, подземный способ и физико-химическую геотехнологию. Куда входят различные направления, допустим, выщелачивание, как наиболее продвинутая сейчас подземная выплотка серы, подземное сжигание и в том числе скважинная гидротехнология. Значит, это, как и вся физико-химическая технология, процесс происходит через скважины. И основа – это перевод в подвижное состояние полезного ископаемого, свыдачи его на поверхность по скважине. Значит, при скважинной гидротехнологии у нас процесс включает гидравлическое разрушение руды, доставку ее от забоя от места разрушения к скважине и подъем по скважине. Скважинная технология включает совокупность ранее известных элементов, такие как бурение скважины, гидрозрушение, доставку, управление горным давлением, переработка рудной пульпы, обогащение водоснабжения, средства и способы контроля и управление процессами. Объединенные в рамках новой технологии, они образуют новое качество – это дистанционность. То есть у нас управление процессом происходит с поверхности, поэтому, в общем-то, мы обеспечиваем и безопасность, тем самым условия труда, и самое главное, в общем-то, более меньшие затраты для добычи, потому что, так сказать, в свое время скважина гидродобыча даже называлась бескрышная добыча, то есть подчеркивается, что нету как-то кого-то с крыши, а доступ к полиземным ископаемым у нас с помощью скважины. Сырьевой базой для скважины гидродобычи или технологий является в основном осадочные месторождения, представленные разрушаемыми, легко разрушаемыми породами, к которым относятся осадочные месторождения строительных и стекольных песков, золота, алмазов, олова, титанов, фосфоритов, янтаря, урана и железистых парцитов, скма, допустим, месторождения угля и бетуменозных печаников. Основные процессы при скважиной гидродобычи это вскрытие месторождения скважинами, монтаж скважинного оборудования, разрушение горных пород, доставка разрушенных пород в виде гидросмиссии к скважине, подъем на поверхность, транспорт, обогащение и очистка технологической воды. Гидроплическое разрушение производится как затопленной гидромониторной струей, так и незатопленной, в зависимости от того, какие условия у нас позволяют, фильтрационным потоком, водно-тепловым оттаиванием мерзлых пород. Доставка разрушенной породы в камере обычно производится или смывом гидромониторной струей, самотечный транспорт или сползание по собственным весам. Подъем гидросмиссии по скважине производится с помощью эрлифта, гидроэлеватора, землесоса или путем вытеснения гидросмиссии с подземной камерой избыточным давлением воды или сжатого воздуха и газа. Одним из основных вопросов проектирования при разработке полезных бесторождений методом скважины гидродобычи является выбор оптимального варианта системы разработки, под которым поднимается порядок расположения, проходки и отработки добычных скважин, увязанных во времени и пространстве. По способу системы разработки, по способу управления горным давлением можно разделить на три группы. Это системы с открытым очистным пространством, камерная система с составлением устойчивых целиков при устойчивой кровле. Это системы с обрушением или плавной посадкой покрывающих пород и системы с закладкой отработанных камер. Последняя система, как правило, применяется при разработке наиболее ценных полезных ископаемых, таких как золото, алмазы, и позволяет довести извлечение полезного ископаемого до 80 и 100%. Скважинная гидротехнология может применяться не только для добычи полезных ископаемых. Одно из направлений это строительство, создание подземных резервуаров, хранилищ для нефтепродуктов и сжиженных нефтяных газов на долитними осадочных породах и захоронение промышленных отходов, в частности, отходов бурения нефтяных и газовых скважин. Еще одно направление это крупнообъемное опробование. Как вы знаете, обычно разведка ведется с помощью месторождения, с помощью бурения, при этом получить достаточно большой объем для проведения технологических по обогащению требует большого объема отбора проб. И скважинная гидротехнология как раз и позволяет отобрать проб. Обычно, в общем-то, из скважины извлекается несколько сотен при скважинной гидротехнологии. Где-то сотен кубометров наших полезных ископаемых. Еще одним направлением это является повышение эффективности при подземной разработке, при открытой разработке. То есть это комбинация способа скважинной гидродобычи и подземных или открытогорных работ. Кроме этого, эффективно было применение оборудования и технологии для увеличения, для расширения коллекторной части водзаводных, нефтяных и газовых скважин, что позволяет несколько раз увеличить 9 из этих скважин. Немножко расскажу, чтобы было представление скважинной гидротехнологии, об опыте, о пути, который прошла скважинная гидротехнология. Значит, первые работы крупномасштабные проводились в конце 60-х годов. В общем-то, это Институт горно-химического сырья на Кингисепском месторождении фосфоритов. Значит, открытым способом разрабатывалось, ну что из себя представляет это месторождение? Значит, фосфорит содержащий пласт мощностью до 3-х метров залегает под трещиноватыми доломитными известняками. Все месторождение обводнено. До глубины 15 метров отработка велась открытым способом с применением разрывной технологии, шагающих сковатых и все такое прочее. Вот, с глубины ниже 15 метров, ну практически, так сказать, до 100, значит, мы разрабатывали технологию скважины гидродолща. Значит, она заключалась в том, что, в общем-то, бурились станками роторными скважины диагнозом, например, 325 миллиметров, туда опускались первоначально гидромонитор, эрлифт, значит, под ним разрушалась руда, это слабо сымитированные пески, посварит, содержащие прокушку, содержащую, в общем-то, поднималась на поверхность, транспортилась на картонномыло и потом отвозилась на обогатительную фабрику, а вода возвращалась, с противоборотного снабжения была. Значит, в ходе исследований было, в общем-то, усовершенствовано скважинное оборудование, из двух скважинного оборудования мы перешли на работу односкважинным оборудованием, секционным, что позволяло, в общем-то, добывать, отрабатывать подземные камеры на глубине до 100 метров и объемом где-то порядка 800 до 1000 тонн. В дальнейшем эта технология была применена и освоена для добычи строительных песков в Сибири, в общем-то, в районах Среднего Прибива работы проводились. Пески добывались из фластов мощностью от 8 до 40 метров с глубины до 270 метров. И из строительных песков, в общем-то, намывались площадки под скважины нефтедобычные, скважины газовые и так далее. В общем-то, благодаря своей мобильности и автономности комплекса, когда применялось оборудование в основном с дизельным приводом, мы могли заранее подготовить площадку в любой заболоченной местности для последующего эксплуатационного бурения. Породы, которые мы разрабатывали, естественно, представлены песчаноглинистыми неустойчивыми отложениями, обводненными, то показала, как показала практика, в общем-то, при небольшой относительно глубине добычи часто происходили провалы на поверхности обрушения, в общем-то, и только при глубине порядка двухсот метров эта глубина позволяла добывать по несколько тысяч кубометров из скважины без обрушения. Значит, по этой технологии, то есть элитные откачки, сейчас работает, допустим, за границей предприятие это в Румынии горохой, там они, в общем-то, добывают кварцевые пески, снабжая их практически всю Европу, чистые для стекольной промышленности керамики, с глубинной где-то порядка 100 метров, мощность где-то, в общем-то, 8-10 метров пласта, он залегает под устойчивыми породами, естественно, под песчаниками, естественно, там провалов не происходит. Значит, объем добычи где-то порядка из скважины около 1 тысячи кубометров, ну, в общем-то, они применяют еще взрывной способ для интенсификации добычи. В 70-х годах кафедра в геогрозрачной стойке была образована кафедра геотехнологии, которая, в общем-то, занималась разработкой скважины гидродобычи из осадочных месторождений скважины гидродобычи урана. Значит, месторождение представляло себе пласт глинистых пород мощностью где-то от 1 до 3 метров, залегающий на глубине от 60 до 150 метров. Значит, применялся вариант с размывом в незатопленных камерах, так как, в общем-то, месторождение осушено. Подъем производился гидролеваторным снарядом совмещенным с гидромонитором. То есть, в общем-то, технология предусматривала сначала отработку камер на себя так называемым встречным забоем до сбойки соседней камеры и потомченицы взаимодействующими снарядами. Расстояние между скважинами взаимодействующими гидролеваторными где-то порядка 10-12 метров было. Объем добычи где-то составлял порядка в этих случаях порядка 200 тонн со скважины. Значит, потом скважинная гидротехнология применялась, как я уже говорил, для крупнообъемного опробования при биологодезночных изысканиях. Вот, что из себя представляет снаряд, это, значит, гидролеватор, совмещенный с гидромонитором, на который подавалась, в общем-то, от центробежного насоса вода, на размыв, и гидролеватором поднималась пульпа, направлялась там, или на склад руды, или на обогащение. Эта технология использовалась для крупнообъемного опробования, то есть, в общем-то, также примерно булилась скважина, и размывался определенный интервал с подъемом на поверхность, и, так сказать, в дальнейшем вот эта объемная проба шла на испытания для обогащения, для крупной технологии, для разработки технологии. Способом СГД поднято большие технологические пробы титан-херконовых песков на месторождении в Томской области, Тарское месторождение, это Омская область, технологические пробы богатых железных руд на Большетроицком месторождении КМА, Белгородское ГРЭ, кимберлетов из двух алмазных трубок месторождения имени Ломоносова в Архангельске, аналогичные работы были выполнены на месторождениях фосфоритов Мурунтау, Узбекистан, Лукояновском, Малышевском от Украины и на церковных месторождениях и на Руднике Кулубура в Ягославии. Как раз показано, на автомобильном кране опускали битролеватый консторяд в скважину, использовали симметрировочный агрегат для подачи воды и поднимали с глубины 80-100 метров руду, которая складировалась на карте намыла. При этом производительность достигала в Югославии где-то порядка 40-80 километров в час подъема и извлекалась порядка до 500 кубометров песков пробы. Аналогичная технология применялась не только для крупномъемного опробования, но и для добычи титан-цирконовых песков. На Тарском месторождении этим способом выполнили проект большой, но на руднике порядка нескольких миллионов тонн в год добывалось с использованием опять же гидролеваторного снаряда, но с неустойчивыми породами, зарегающими, обычно там где-то глубина 60-80 метров, мощность пласта порядка 6 метров, месторождение естественно обводнено и представлено глинистыми песками, естественно кровля неустойчивая и при выемке песков образовывались провалы на поверхности водоходящей, при этом в общем-то было предложено сотрудниками Георганизационного института поставить весь станок на большую платформу, чтобы обезопасить, как говорится, не попадать в провалы. Значит, нами был предложен немножко другой вариант, который, в общем-то, поддержали на Тарском месторождении. Он заключается в том, что мы заменили гидролеватор, который, в общем-то, создавал очень большую депрессию по пласту откачивал воду, на эрлифтный снаряд, который, в общем-то, скважина у нас обсаживалась до пласта, туда опускался всасывающий так называемый наконечник, в который подавалась вода на размыв, воздух для подъема эрлифта, при этом расход воды на размыв, он примерно соответствовал производительности эрлифта, что обеспечивало нам, что позволило нам избежать фильтрационного разрушения и провалов на поверхности. Кроме этого, в общем-то, нам, мы предложили им в таких условиях, в общем-то, работать через наклонные скважины. Как показали испытания, в общем-то, при угле наклона скважины от вертикали до 30 градусов, эрлифт достаточно эффективно работает, то есть не происходит разделения в трубе трехфазной смеси, вода, воздух и твердая, ну и с предназначительным понижением производительности. При этом обеспечивается безопасность и практически в общем-то отсутствуют провалы на поверхности. Опытно-промышленные работы по скважиной подобыче железных руд КМА. На территории КМА на глубине от 400 до тысячи метров были выявлены свыше 65 миллиардов тонн богатых железных руд с содержанием железа 66-68%. Запасы рыхлых руд, обладающих повышенной подвижностью, составляют 20-30%. Руды, склонные к принудительному перемещению, то есть, слабосвязанные, скажем так, 50-60%. Наиболее перспективным для разработки способа МСГД относятся к крупнопадающей структуре богатых железных руд мощностью от 20 до 100 метров. Были проведены опытные работы по эрлифтному подъему этой руды. При приемочных испытаниях в течение 700 часов с глубины 600 метров было поднято порядка 17 тысяч тонн руды со средней производительностью 22 тонны в час. И полученные результаты позволили основать акционерное общество гидроруда, которое проводит работы по созданию промышленной технологии и также осуществляет добычу и реализацию богатой железной руды. Дальнейшая реализация скважинной гидроратской технологии это добыча разработка многолетних мерзлых рассыпей золота. Работы проводились на Колыме под Сусуманом прииск экспериментальный в конце 80-х годов. Продуктивный пласт мощностью около одного метра находился на глубине 20 ну на этом участке допустим на глубине 25 метров значит была использована технология отработки взаимодействующими скважинами в отличие от технологии которая применялась в Георгий различный институте при добыче урана. Здесь мы перешли на добычу снарядами раздельными то есть в общем-то месторождение раздельновалось на блоке по оси блока вылились большого диаметра гидролеваторные скважины по краям блоком диаметром 200 мм гидромониторные скважины при этом блок отрабатывался следующим образом сначала в первой скважине гидролеваторной производилась сбойка с расположенной рядышком на расстоянии полутора-двух метров гидромониторной скважиной потом из гидромониторной скважины при работающем гидролеваторном снаряде производилась сбойка на гидромониторной скважиной расположенной по краям блока и дальше происходил разрушение смыв песков на гидроливаторную скважину до сбоки со следующей гидромониторной скважины. И таким образом отрабатывались ширина блока порядка 25 метров, то есть расстояние между гидромониторной и гидроливаторной скважинами порядка 12-15 метров. Значит, проведенные работы показали, что дальность размыва мерзлых песков оливия составляла где-то, в общем-то, превышала 20 метров при производительности 20-30 кубометров в час. Значит, были различные испытаны конструкции гидроливаторного снаряда, гидромониторных снарядов. Гидроливаторный снаряд работал от насоса с расходом в 1000 кубометров. Значит, 300 кубометров ЦНС-насос восконопорный подавал воду на гидромониторные снаряды. Так как это, так сказать, оливиальная россыпь, значит, большое было содержание крупнобломочного валунного материала, которое, в общем-то, усложняло нам работу гидроливаторного снаряда привкводило, в общем-то, к забудрированию всасывания. И были установлены специальные насадки в нижней части гидроливаторного снаряда для того, чтобы очищать всас. Были проведены работы по изучению различных возможных потерь золота на поверхности платяка. Ну, в общем-то, так сказать, проблемы в то время, по крайней мере, и были связаны с тем, что, в общем-то, ненадежно работало оборудование из-за большого количества крупнобломочного материала. Вот этот, значит, комплекс, с правой стороны вот этот гидромонитор на платформе управления, которая позволяла нам перемещать гидромонитор по мощности пласта и поворачивать его на 360 градусов. Это, значит, гидроливаторный снаряд, так сказать, на платформе с гидроцилиндрами, который обеспечивал нам небольшое перемещение вертикальное, поднимаемое. Гидросмесь поступала на перебежную землесосную установку и транспортировалась на промывочный прибор. В дальнейшем, значит, с учетом проблем, с которыми мы столкнулись, на Чукотке были тоже проведены работы по скважной гидродобыче золота. Мы решили проблему с повышением надежности работы гидроливатора таким образом, что, в общем-то, в скважину, в гидроливаторной скважине была смонтирована труба с перфорированной нижней частью, вот как я сейчас скажу, нижней части вида, и опускалась она в перебор коренные породы, перебор глубиной где-то порядка полуметра. И гидроливатор работал под защитой этой перфорированной трубы, и, естественно, все, что проходило через перфорацию, порядка 100 мм крупности, поднималось на поверхность. Здесь мы установили в бункере, это морской бункер, шлюз длиной 10-12 метров, на который, в общем-то, поднимаемая гидроливатором гидросмесь сразу направлялась на этот шлюз, а, значит, эфиля, которые проходили через шлюз, размещались или в отвале, или на поверхности. Еще одним направлением применения скважной гидротехнологии, это было строительство подземных резервуаров. Ну, первоначально в системе «Газпрома» занимались строительством подземных резервуаров хранилищ для хранения газового конденсата, дистоплива, углеводородов, жидких углеводородов. Значит, технология предусматривала, естественно, бурение скважин, которые, в общем-то, обсаживались двойной обсадной колонной, и так как все это происходит в мерзлых породах, то через двойную вот эту обсадную колонну производили циркуляцию холодогента для того, чтобы поддерживать низкую температуру и ее герметичность. В скважину опускали технологические трубы для подачи воды и подъема гидросмиссии на поверхность. Подъем производился путем вытеснения, сжатым воздухом или природным газом на поверхность, ну и далее, в общем-то, по обычной технологической схеме. Так было построено порядка 15 подземных резервуаров объемом до 5000 кубометров. В отличие от обычных резервуаров, которые применяются, металлических стальных резервуаров, ну, данные резервуары эксплуатируются до сих пор уже более 30 лет, при этом, в общем-то, если обычные стальные резервуары требуют капитального ремонта через 10 лет и с точки зрения экологии, в общем-то, достаточно опасным, то здесь подземные резервуары в течение 30 лет обеспечивают нам хорошие показатели, закраты на их сооружения существенно ниже, чем строительство наземных стальных резервуаров. Вот, и, в общем-то, до сих пор эксплуатируется, по крайней мере, в Якутии, на Мастахском месторождении для хранения конденсата. Значит, в дальнейшем проводились работы на Ямале, и была разработана технология по строительству подземных резервуаров для захоронения буровых отходов. Значит, здесь мы пошли на изменение технологии, то есть вместо достаточно сложной системы с замораживанием обсадной колонны, здесь было применено вариант эрлифтной добычи с водно-тепловой оттайкой мерзлых песков. Значит, сооружались резервуары на глубинах, ну, от поверхности от 20 до 100, метров, объемы резервуаров, значит, доходили, ну, больше 5000 мы не размывали. При этом управление процессом осуществлялось изменением уровня раздела водо-воздух в подземном резервуаре. То есть там, где вода, там идет оттайка, там, где нет воды, естественно, оттайки нет, что позволяет нам формировать подземный резервуар заданной устойчивой формы. Значит, эти работы проводились с 2006 до 2011 год, опытной работы, и с 2011 года сейчас, в общем-то, в принципе, все отходы бурения, в том числе и жидкие, и твердые, на Баваненковском месторождении захораниваются, ну, уже, так как оно закончило бурение, захоранивались в подземных резервуарах, и сейчас эта технология применяется, начинает применяться на соседнем месторождении, тоже для этих целей. Интересный момент еще, надо, хочу вам сказать, сказать, на Баваненковском месторождении выявлены достаточно большие пластовые льды, мощностью от 10 до 27 метров, залегающие на глубинах, там, 20-30 метров, сверху мерзлые глины, внизу, как правило, песок. Значит, была разработана и пробована технология строительства подземных резервуаров в Альдах, который, в общем-то, конечный вариант, который, в общем-то, показан на вот этом рисунке. Опускается погружной насос, который поднимает воду с нижней части подземного резервуара на поверхность. По второй трубе вода направляется опять в подземный резервуар, и в нее же добавляется пар от парогенераторной установки. Значит, при этом, в общем-то, происходит оттайка с подземного резервуара в Альдах с контролем уровня, что позволяет нам формировать подземный резервуар, опять же, заданный устойчивой формы. Таким образом было построено 10 подземных резервуаров объемом до 3000 кубометров, которые также были использованы для захоронения отходов бурения. Еще одним вариантом применения скважинной гидротехнологии является совмещение подземной разработки и скважинной гидродобычи. Опять же, сотрудниками Георганизационного института на одной из шахт в Иркутской области были проведены работы по добыче из россыпи путем бурения скважин, пройденных по кредитным породам на россыпи, и размыв, и под ним размывались пески мерзлые, не мерзлые талы, извиняюсь, и под другим скважинам происходил выпуск их выработки и транспорт на поверхность. Еще одним вариантом применения скважинной гидротехнологии было использование скважинных гидромониторных снарядов при добыче угля. Это, так сказать, в Донецкой области и в нашей Сибири. Там применялись гидромониторные агрегаты, которые, в общем-то, так сказать, обеспечивали размыв, проходку по скважинам, пробуренным из штреков, по угольному пласту, с последующим смывом и размывом на расстоянии до 5-6 метров от скважины угля, с выдачей его, в общем-то, опять же, по штрекам. Различные варианты были. Высота этажа до 140 метров. Значит, применение скважинной гидродобычи на карьере, на прииске экспериментальной, были проведены работы по извлечению золота из прибортовых целяков. Ну, в общем-то, как правило, отработка, особенно старая, старых лет, в общем-то, велась при значительном содержании по тем временам золота, там, порядка 2-3-5 грамм на кубометр. И в результате при бортовых целяках остались запасы, которые, в общем-то, стали рентабельны, как говорится, после, ну, при современной добыче. При этом, как правило, борта были загружены вскрышными породами, вот, были пробурены вертикальные скважины на бортах на расстоянии 20-25 метров от края борта. Значит, сначала, куда монтировался скважинный гидромонитор с управляемым стволом, сначала обычным приставным гидромонитором по дну карьера производилась сбойка с гидромониторной скважиной, а потом, в общем-то, по сбойке производилась выгонка размыв продуктивного пласта с выгонкой в отработанную часть карьера. Значит, ну, в данном случае было извлечено порядка 2000 кубометров глинистых песков с содержанием где-то порядка, там, 2 грамм на кубометр. Кроме этого, при варианте скважиной гидродобычи и открытой горной работы в Подмосковье, в общем-то, сейчас я не имею сведений, но, в общем-то, достаточно долго практиковалось использование в качестве земснаряда, гидромониторного снаряда, который позволял, в общем-то, если обычный землесос нам позволяет отрабатывать пески на глубине порядка, там, 12-14 метров, то гидролеваторный снаряд, значит, позволяет нам отрабатывать, в принципе, с глубины, там, несколько десятков метров, что обеспечивает дополнительное извлечение песков. Кроме этого, в общем-то, были проведены работы по добыче с помощью эрлифтных и гидролеваторных снарядов песков со дна океанов, это, так сказать, в ЮАР, в районе ЮАР, на добычу из шельфовой зоны алмазов. Если проанализировать опыт применения скважинной гидротехнологии, то можно выделить три основных схемы, которые, в общем-то, так сказать, нашли свое применение при скважинной гидродобыче. Это схема, основанная на гидромониторном разрушении и гидролеваторном подъеме разрушенных пород в незатопленных условиях. Как правило, в общем-то, применялись, эта схема применяется при работе взаимодействующих с парнем. Вторая схема – это водно-тепловое разрушение и эрлифтный подъем воды. То есть используется тепло воды для разрушения мерзлых песков и подъем на поверхность. И третья схема – это гидромониторное разрушение и эрлифтный подъем на поверхность. В зависимости от условий эти схемы применяются определяющими факторами, горно-геологическими факторами являются мощность пласта, обводненность его, прочность или размываемость продуктивного пласта и устойчивость – основные факторы. Первая схема, как правило, применялась у нас для добычи золота, и мы ее рекомендуем для добычи алмазов из многолетнимерзлых россыпей, так как многолетнимерзлые россыпи позволяют отрабатывать камеры достаточно большим пролетом, устойчивой благодаря устойчивости покрывающих пород. Эта схема нам кажется вполне рациональной в этих условиях. Как я уже говорил, два варианта этой схемы было. На практике использованы это совмещенный гидролеваторно-гидромониторный снаряд и раздельный снаряд гидролеваторный посередине блока и гидромониторный по краям блока. Вторая схема, основанная в водно-тепловом оттаивании, она применяется достаточно эффективно при строительстве подземных резервуаров на Ямале, в Якутии, и основана, как я уже говорил, на использовании теплоподаваемой воды в подземный резервуар, оттаивании песков и подъеме их в виде гидросмеси на поверхность. Значит, кроме строительства, есть целый ряд месторождений осадочных, ну, допустим, в Якутии, которые также представлены песками, ну, допустим, в межно-тистеритовой россыпи, где также мы опробовали технологию, и она показала свою, в общем-то, эффективность. И третья схема. Это схема, аналогичная так, что я рассказал, для Кингисепского месторождения, в общем-то, эта схема предусматривает гидромониторный размыв продуктивного пласта с подъемом эрлифтом. Но долгое время, в общем-то, мы не могли эффективно ее применять, потому что гидромониторный размыв, допустим, в незатопленной камере, да, в воздушной камере, ну, из-за разницы в плотностях воздуха и воды. Значит, обычно, если в воздушной среде дальность размыва составляет, там, 10, 15, 20 метров, то в затопленных условиях, значит, размыв происходит на расстоянии обычно 2-3 метров, даже струями высокого давления. Вот. Здесь мы, в общем-то, так сказать, предложили вариант использования длинных гидромониторных стволов, оснащенных насадками, направленными вдоль ствола. Значит, при угле насадки к стволу порядка не более 30 градусов, значит, струя размывает породы, мерзлые породы, допустим, сказать, или глинистые породы, с образованием сплошного забоя вдоль гидромониторного ствола, что позволяет нам сразу начинать отработку с стволом длиной 10 метров. При этом, в общем-то, он переводит из вертикального, допустим, вертикального в горизонтальное положение с размывом, и, так сказать, путем поворота посекторно отрабатывается камера. При этом, в общем-то, у нас в верхней части образуется устойчивый свод, вот, и мощность у нас, в принципе, может быть отработана, ну, так сказать, неограниченная. Преимущество эрлифта это в том, что, в общем-то, он позволяет нам практически отрабатывать с любой глубины месторождения. Если гидролеватор, с учетом того, что, в общем-то, это струйный аппарат и требует большого давления для подъема, это примерно, в общем-то, по подъему гидролеватора давление на гидролеваторе должно быть в 4 раза выше, чем глубина отработки, то для эрлифта это несущественно. Вот, допустим, на КМА поднимали скважин выветривые железные роды с глубины 1000 метров. По этой схеме можем отрабатывать не только в устойчивых породах, но также и в неустойчивых. В общем-то, сейчас были очень большое количество обращений об использовании скважины гидродобычи именно не только для многолетних мерзлых рассыпей, где, в общем-то, за счет мерзлоты обеспечивается устойчивость камер и возможность извлекать достаточные объемы песков. Но и в затопленных, на затопленных талых, так называемых, рассыпях, где, в общем-то, у нас из-за неустойчивости происходит обрушение и обвалы. Как показали наши работы, в принципе, вот по этой технологии можно вовлекать и такие рассыпи отрабатывать. Ну, в общем-то, я считаю, что ничего страшного, если и происходит в некоторое разубоживание покрывающих пород. Но благодаря тому, что технология скважины гидродобычи, так сказать, достаточно проста и имеет серьезные экономические преимущества по сравнению с подземной разработкой, я уже не говорю про то, что есть месторождения, которые вообще невозможны ни подкрытым способом отработать, ни подъемным. Вот недавно мы столкнулись на Чукотке с тем, что, в общем-то, прибрежно-морские рассыпи на Чукотке, это в районе Полярдинского Гука, они связаны с океаном. И местота имеет место, как говорится, в верхней части, да, а в нижней части, в том числе, продуктивный пласт, он представляет собой, в общем-то, в такой, находится в плывуном состоянии. При этом вода морская, в общем-то, так сказать, температура заверстания минус 8 градусов, то есть она находится, так сказать, в незамерзшем состоянии. И, естественно, так сказать, отработки с помощью карьеров приводили к тому, что, в общем-то, в виде плывунов вот эта масса осадочная заполняла карьеры и не давала, так сказать, возможности отрабатывать их. А таким способом, в общем-то, так сказать, думаю, что мы сможем решить эти проблемы. Ну и в заключении я хочу сказать, что немножко рассказать по минеральной базе скважной гидротехнологии. Перспективными для применения технологии скважной гидротехнологии являются месторождения, ну, на мой взгляд, богатых железных руд, КМА, на Урале, в Западной Сибири, золотоносные россыпи на Урале, в Иркутской, Магаданской, Кемеровской, Читинской, Амурской областях, в Уряке, в Алтайском крае, в Якутии. Алмазы в Архангельской области и в Якутии. В общем, в Архангельской области, если рассыпные алмазные месторождения, они не мерзлые, то в Якутии, в общем-то, достаточно большие запасы, есть рассыпных алмазов, при этом россыпи из себя представляют как маломощные, ну, по аналогии с рассыпями золотыми, мощностью там 1-2 метра, так и мощные россыпи, многолетние мерзлые, чем мощностью их достигает, вот, ну, грубо говоря, от 10 до 50 метров, то есть отрабатка, ну, подземным способом таких рассыпей достаточно, так сказать, проблематично. Глубина солегания порядка 100 метров. Ну, Титан-Цирконовые россыпи, это Белогородская область, Ставропольский край, Воронежская, Нижегородская область, Средний и Южный Урал, Омская, Омская, Новосибирская, Тюменская области. Костеритовые области в Якутии, интересная россыпь, многолетние мерзлые в Якутии, на Депутатском ГОКе, Терехтях. Значит, там глубина россыпи порядка 100 метров, мощность уникальная, она, в общем-то, от 10 до 90 метров. Росыпь стеритов. Причем, так сказать, очень приличное содержание. Это, сама россыпь представлена вот этими стеритовыми песками, это кварцевой песок с содержанием кокситерита и очень приличным содержанием. Ну, также перспективная добыча углей. Еще, в общем-то, хочу остановить ваше внимание на том, что в отличие от, допустим, открытой разработки или подземной разработки, требующих очень серьезных инвестиций, серьезной техники, серьезного кадрового состава, эти способы, основанные на скважинной гидротехнологии, позволяют отрабатывать, как и небольшие по своим запасам месторождения, при этом установки, установки, так сказать, мобильные и автономные, то есть они используют, допустим, насосы на дизельном приводе, ну, компрессоры, само собой, с дизельным приводом, в общем-то, если необходимо какое-то оборудование, с достаточно, так сказать, минимальными энергопотреблениями и с использованием, опять же, дизельных генераторов. В общем-то, есть свои положительные стороны у скважинной гидротехнологии, вот, ну, никто не говорит, что она должна быть всеядной и, так сказать, применяться на всех местах. Ну, в общем-то, были интересы на Дальнем Востоке к разработке угля с помощью этой скважинной гидротехнологии. Ну, я надеюсь, что будущее все-таки будет и за этой технологией, в том числе, в общем-то, и вы, когда, как говорится, будете нормальными горными инженерами, может быть, ее тоже будете использовать. Ну, в любом случае, так сказать, нормальный горный инженер, я думаю, должен знать такие вещи и иметь представление о их возможностях применения. Все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова